Привет всем! Сори за долгое отсутствие. Мы наконец-то вернулись из Латвии в Японии. Я уж не знаю, из дома домой или домой из дома, потому что обе страны являются нашим домом. Это была очень интересная, очень приятная поездка. Удалось встретиться с кучей приятнейших людей, везде побывать, отъесться домашней еды, немножко потолстеть. Сейчас мы разбираем чемоданы, дома полный разгром. В связи с этим хочется сбежать на рабочее место и порефлексировать немножко о том, какая это была замечательная поездка. Поездка действительно была замечательная. Например, мне удалось провести целом две лекции в родном матвийском университете. И это, я скажу вам, был просто огонь. Преподавать в Alma Mater — это совсем что-то другое. Это не то же самое, что я преподаю здесь. Это потрясающее чувство, как будто ты, наконец, вырос, наконец-то стал взрослым человеком. Стоишь перед студентами, которые вроде как такие же, как ты, был когда-то. Боже мой, сколько уже лет назад. Очень, очень много. И я однозначно убедилась, что я хочу преподавать религиоведение, не только языки. В религиоведении больше свободы, от этого больше кайфа. Хотя я очень люблю преподавать языки. Ну да, религиоведение рулит. Но, к сожалению, за эти две лекции, всего-то две, я не смогла, как мне кажется, дать много. И особенно пострадали вопросы. Студенты задавали вопросы. Это были абсолютно прекрасные вопросы. И на них приходилось отвечать буквально парой слов, потому что времени нет. Так что в ближайшее время я буду вспоминать эти вопросы и пытаться ответить на них развернуто хотя бы здесь. И начать я хочу с очень хорошего вопроса. Мне очень понравился. Вопроса про японский менталитет. Значит, я рассказывала про трансформацию Сокогакой. О том, что вот в 50-е и 60-е годы Сокогакой очень напористо, яростно проповедовали свои взгляды. А сейчас они такие милые, хорошие люди, с которыми всегда приятно пообщаться. И одна студентка задала мне вопрос, как же вот эта яростная проповедь своих взглядов сочетается с японским менталитетом. И я ответила не очень корректно. По-моему, я сказала что-то вроде, что в нашем деле такой вещи как менталитет лучше просто забыть, но не пояснила почему. Поэтому хочу пояснить прямо сейчас. Итак, почему я считаю, что с понятием менталитет надо быть очень-очень осторожным? С одной стороны, да, конечно же, менталитет существует, ну что бы это ни подразумевало. Есть какие-то культурные нормы, социальные особенности, и они в разных странах очень разные. И понятное дело, что мы как раз японисты, мы изучаем этот японский менталитет, мы как бы, мы существуем за счет того, что люди в Японии немножко другие, чем люди, скажем, в Латвии или России. Но в то же самое время стоит понимать, насколько это шаткий конструкт. Для того, чтобы осознать шаткость этого конструкта, посмотрите хотя бы на свою семью. Вот есть вы, сравните себя со своими родителями, со своими бабушками и девушками, со своими сестрами и братьями, с детьми, если они у вас есть, и посмотрите, сколько между вами похожего, сколько между вами различного. Вот, допустим, есть какие-то вещи, которые ваши родители, казалось бы, ну сколько там разница всего-то вот одно поколение, вот оно следующее. Так вот, есть какие-то вещи, которые ваши родители считают абсолютно приемлемыми, нормальными, вы уже так не считаете. Есть какие-то вещи, которые ваши родители считают незыбленными, а вы так уже не считаете. Ваши дети – это еще один шаг, то есть какие-то вещи, которые для вас абсолютная норма, для них уже будет под вопросом. И так из поколения в поколение у нас потихонечку происходит какая-то движуха, что-то изменяется. Но это еще не все. Конечно же, есть региональные различия. Вот вы живете в одном городе, вы переезжаете в другой город, который вроде бы казалось бы в той же самой стране, а там все абсолютно по-другому. Там люди уже по-другому считают, по-другому делают. Опять же, очень странно, правда? Есть, конечно же, гендерные различия, потому что, увы, даже сейчас, хотя у нас вроде как равенство полов, но женский и мужской опыт в обществе, он немножечко разный. У нас есть классовые различия. Я помню, как меня в свое время поразило, насколько большая разница между мной и моими, скажем так, состоятельными одноклассниками. Насколько у нас по-разному-то воспринимается окружающий мир. И есть еще масса других различий. Кем вы работаете, чем вы интересуетесь. Все это накладывает свой след на ваше восприятие мира. Поэтому очень трудно сказать, какой же из вот этих вот куч всяких менталитетиков является тем самым нормальным национальным менталитетом. Мы, исследователи, чем дальше в это вот закапываемся, тем чаще мы говорим, скажем, не о менталитете японцев, а о менталитете бабушек вот этой конкретной деревни, скажем. Потому что так проще. Бабушки, они все-таки все вместе как-то в одной среде вращаются. У них более схожий опыт, чем, скажем, у той же бабушки и какого-нибудь Сара Римана из Токио. Тем не менее, конечно же, есть что-то общее у всех людей этой страны. Есть что-то, какой-то срез, который мы можем вывести и сказать вот, вот это свойственно японцам. Это не касается всех японцев, никогда не будет касаться всех японцев. Это будет касаться разве что большинства. Но ладно, все-таки иногда нам нужно говорить именно о том, как делают в Японии, как считают в Японии и так далее. И тогда, да, мы используем вот этот усредненный образ японца, усредненный японский менталитет. Но даже в такие случаи необходимо понимать, что менталитет – это про здесь и сейчас. Все очень сильно меняется в рамках одного поколения. Два поколения – это огромная разница. И поэтому чем дальше в лес, тем сильнее отличие людей вот того вот времени от людей, которые живут сейчас. И поэтому нам приходится как-то, ну, я не знаю, когда мы говорим о каком-то времени, мы не можем просто взять и натянуть вот этот вот общий японский менталитет на конкретный отрезок времени. Нам нужно знать, чем жили, как мыслили люди того времени. Есть ли что-то такое, что передается через времена в неизменном виде? На мой взгляд, нет. Этого не существует. Даже те вещи, которые приходят к нам из глубин времен. Они проходят кучу всяких фильтров. Они приспосабливаются к нашим современным нуждам. И поэтому мы их понимаем абсолютно не так, как их понимали люди, жившие, ну, скажем, 100, 200, 300 лет назад. Как вы понимаете, я думаю, что герои исторических фильмов, если бы они увидели, что мы наснимали об их жизни со всем уважением, они бы, может быть, были в редкостном шоке. Потому что почему, ребят, почему вам это интересно, а то, что нам казалось очень важным в этой ситуации, вы вообще пропустили и никак не отрефлексировали. Поэтому, да, с этим стоит быть очень осторожными. А возвращаясь к сока-какай, как же все-таки вот эта яростная проповедь сочетается с японским менталитетом? Ну вот, скажем, люди в разговоре могли поднять тему религии и начать критиковать взгляды своего собеседника и убеждать их, что сока-какай – это единственное правильное понимание буддизма. Как это вообще сочетается с японским менталитетом? Или вот пример, который у у себя в книжке, так как она называлась, боже мой, «Soka Gaka is the Human Revolution». Это книжка Леви Маклафлина. Кстати, если читаете по-английски, я очень рекомендую эту книжку. Это лучшее, что вообще написано с око-какай, на мой взгляд. И книжка очень новая, так что все данные в ней сравнительно недавние, сравнительно свежие. Так вот, он приводит у себя в книжке такой пример. Люди собираются у кого-то дома и читают «Наму мио хо ренге кё» до поздней ночи, то есть повторяют «Наму мио хо ренге кё», «Наму мио хо ренге кё», вот так вот, и до поздней ночи. И когда приходят их соседи жаловаться, что это такое, спать невозможно, они их очень настойчиво начинают зазывать, «Давайте, заходите, присоединяйтесь к нам, будем читать вместе». Насколько это сочетается с тем, что мы привыкли считать японским менталитетом? Это очень хорошо сочетается с тем, что было принято в 50-60-х годах, с жизнью городского населения того времени. Почему? Потому что активное поколение на тот момент пережило войну, пережило послевоенные годы, были воспитаны в духе милитаризма, соответственно, для них было нормальным считать, что есть некая истина, она только одна, и её нужно яростно защищать. Опять же, эти люди значительно проще шли на конфронтацию, им это было проще, чем современным японцам. Такое время. Ещё было очень сильно общинное мышление, даже в городской среде. Люди считали, что они в ответе за своих коллег, за своих соседей, и, соответственно, со стороны соседей, со стороны коллег тоже ждали какой-то взаимной ответственности. Вот такая интересная вещь. Соответственно, им было важнее настроить своих соседей, коллег на тот же лад, наставить их на путь истинный. Это было куда важнее, чем просто поддерживать с ними хорошие отношения. Соответственно, яростная проповедь своих взглядов была окей-норм. Сейчас нет. И это касается не только Сока Гакой, который, да, конечно, всегда держит руку на пульсе современности. Это касается и других НРД новых религиозных движений. Например, из тех, кто сейчас всё ещё ходит по домам, ну, я могу вспомнить свидетелей Еговы, так, ну, мормоны, да, немножко ходят как бы, Кен Шо Кай. Я сталкивалась со всеми, и ни разу мне не попадался человек, готовый действительно вступать в открытую, откровенную такую дискуссию на тему того, чьи взгляды на религию правильные. Люди от этого уходят. И это уже современная тенденция. Современному поколению, ну, людям моего возраста, даже немножечко старше уже, это кажется неправильным. Это как-то неуютно вступать в конфронтацию, неуютно отстаивать свою точку зрения, вот так яростно, неуютно вставить себя в такое положение, когда человек, твой собеседник, может подумать о тебе, что ты какой-то странный, какой-то больно агрессивный. Это современный интеллект. Но, как вы видите, к 50-60-м годам это уже не относится. Так что стоит всегда помнить об этом здесь и сейчас и проверять, прежде чем вы переносите то, что вы знаете о современных японцах на какие-то прежние времена, или наоборот, то, что вы читали в книгах 50-х, 60-х годов, даже 70-х, переносить на современность, лучше подумать, а так ли это? А не может ли быть так, что все уже давно изменилось и люди существуют по каким-то другим правилам? Так что именно поэтому я считаю, что чем цепляться за какие-то представления о металлитете, лучше еще раз провести хорошее тщательное исследование и понять, как же люди мыслили в каждый конкретный период времени. Вдогонку к предыдущему. Я говорила про менталитет, о том, насколько это сложное понятие, и тут подумала, что можно добавить немножечко о персонажах. Ко мне очень часто обращаются с вопросом, мол, хочу персонажа японца, помоги мне создать правильного японца, чтобы люди читали и не думали, о боже мой, что это такое. Так вот, мне тут недавно попалось обсуждение, в котором очень хвалили книжку «Эн Пэтчет» Бельканто за то, что там очень правильные японцы. И я даже взялась читать эту книжку, и я могу сказать, что да, японцы там действительно получили замечательные. Великолепные японцы, очень живые. Но, к сожалению, это единственное, что вообще хорошо в этой книжке. И мне кажется, что оно тоже получилось абсолютно случайно. Почему? Ну, у меня сложилось впечатление, что автор абсолютно сознательно забила просто на то, чтобы пытаться как-то там выписывать именно японцев. Она просто, может, я не знаю, правда ли это или нет, но мне кажется, она просто думала из разряда, о, мне нужен вот для этой романтической линии такой-то чувак. И еще мне нужен для такой-то романтической линии совсем другой чувак. Вот пусть они оба будут японцы. И еще мне нужен вот этот вот проходной персонаж, и пусть он тоже будет японцем. Ну, а так как действия происходят в совсем другой стране, то можно там уже не выписывать какие-то японские реалии, а забили на них. И получилось, что интересно, хорошо. То есть, в принципе, эти герои достаточно живые, они не вызывают оторопи, не вызывают реакции во что. И мне кажется, это секрет успеха. Да, потому что это значительно лучше, чем пытаться выписать японца, японца, японца. Если у вас японец только один, допустим, или их несколько, но в любом случае вы не описываете жим в Японии, а просто у вас есть японец, который куда-нибудь приехал или где-нибудь оказался, делайте его просто нормальным человеком. Пусть он у вас любит картошку фри, играет в компьютерные игры, не знаю, фанатеет по опере, разбрасывает везде, не знаю, фантики от конфет, что угодно. Пусть он просто будет нормальным человеком со своими причудами, со своими интересами. И это будет значительно лучше, чем если вы будете пытаться выписать самурая, не знаю, какого-нибудь японского аристократа и так далее. Потому что здесь вы, скорее всего, сядете в лужу. Здесь даже японисты очень часто садятся в лужу по одной простой причине. Когда ты пытаешься сделать правильный культурный стереотип, живой человек из него исчезает. Лучше делайте живого человека. Где-нибудь, поверьте мне, среди тех миллионов японцев, которые существуют на белом свете, есть вот такой вот ваш японец. Так что просто расслабьтесь. Забейте на соответствие. Правда. А вот на такой позитивной ноте хочу закончить это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok